Так, мы в ситуации незвычайной. Это чрезвычайная ситуация и дата выборов будет объявлена согласно положениям польской конституции. Было принято решение, что день выборов будет согласован с оппозицией, что само голосование пройдет тогда, когда предложат оппозиции, так как именно она потеряла своих кандидатов для последующих президентских выборов. Согласно консультациям, это будет наиболее возможно поздний срок. То есть 20 июня пройдет первый тур президентских выборов. Наверняка катастрофа повлияет на способ введения избирательной кампании. Однако сию минуту я не желал бы представлять соображения по этому поводу. В Польше сейчас траур, и этому следовало бы отдать честь. Катынское убийство польских офицеров – это дело рук Сталина и его группы. И ответственность несет система сталинского коммунизма. Тогда был выкопан очень глубокий ров между нашими народами, и сейчас мы совместно стараемся этот ров перекрыть. После этой катастрофы мы видим реакцию властей, россиян, и она сближает наши народы. То, как себя ведет российская сторона, позволяет надеяться, что наверняка эти действия приведут к улучшению наших отношений. Я рассчитываю на то, что это будет постоянный эффект. Польша внесла колоссальные усилия в ходе Второй мировой войны. Мы выставили четвертую по размеру армию. Поляки сражались на всех фронтах с самого начала, с 1 сентября 1939 года. Я думаю, что наше присутствие на параде победы на Красной площади 9 мая этого года будет таким, как планировалось. Вообще, то, что сейчас происходит со стороны России, повлияет не только на польско-российские отношения. Это также является хорошим процессом и для самой России, которая в настоящее время отказывается от сталинизма и движется по направлению к демократии. Мне кажется, это имеет особое значение для россиян и для страны.